После провала на Уимблдоне она внезапно сокращает игровой график и снимается с турнира в Сан-Хосе, а в социальных сетях вместо привычных фото с тренировок публикует снимки с популярных мировых курортов. Фанаты все чаще видят ее в компании Байфренда, миллионера Александра Гилкса и ходят слухи, что не за горами свадьба. Надолго ли зачехлила ракетку Мария Шарапова, выясняла лента.ру «Я не буду играть до 30 лет» в апреле 2018 года Марии Шараповой исполнился 31 год. 10 лет назад в одном из интервью она заявила «Я не буду играть до 30 лет, это точно. Надеюсь, что к этому времени у меня будет хороший муж и несколько детей. Когда у меня родится ребенок, о теннисе я забуду», рассуждая так в 2008-м, Мария еще не знала, что судьба уготовила ей несколько сюрпризов. В 2016 году допинг-проба теннисистки дала положительный результат на Мельдонии. После 15 месяцев очитки за нарушение Шарапова задалась целью доказать всему миру, что не сломалась и готова вернуться в элиту. «Речь уже не шла о жизни образцово-показательной жены, я буду играть до тех пор, пока меня не унесут с корта», написала она в автобиографии, но возвращение давалось нелегко. Шараповой понадобилось больше года, чтобы войти в 30-ку лучших теннисисток мира. Старый травма, недопонимание с тренером, проблемы с набором формы – все это привело Шарапову к тяжелому психологическому кризису. Даха, Индия, Нойлс, Штутгарт. Ни на одном из этих турниров она не сыграла больше одного матча. Весной Мария решилась на смену тренера, вернувшись к сотрудничеству с Томасом Хакстептом. Поначалу это действительно работало. У Марии наконец начало проходить первая подача, получались укороченные удары, а главное – появился огонь в глазах. Но все хорошее когда-то заканчивается, а в случае с Шараповой это случилось очень быстро. В Майна, Ролан Гаррес, она вновь принялась бить рекорды по количеству двойных и невынужденных ошибок, несмотря на это именно весна 2018 года стала самым удачным временем после возвращения. Связка Мадрид-Рим, два полуфинала, дали Шараповой запас очков в рейтинге, а фанатам – Надежду. Правда, после открытого чемпионата Франции, где россиянка проиграла в четвертьфинале, Мария целый месяц отдыхала и почти не готовились к травяному сезону. На Уимблдоне в начале июля это вылилось в поражение в первом же круге, теперь Шарапова вновь оиграет уже месяц. Сначала она объясняла это проблемами со здоровьем, потом и вовсе перестала комментировать отсутствие в туре. За нее говорят фотографии в социальных сетях, пляжи, вечеринки, рестораны, бойфринд-миллионер и никакого тенниса или он остается за кадром. Неужели сказанное в 2008 году сбудется и Мария никогда больше не покорятся высоты, о которых она так смело мечтала еще пару лет назад? Счастье в личной жизни впервые Шарапова увидели в компании британского предпринимателя Александра Гелкса в конце января в аэропорту Лос-Анджелеса. Сразу поползли слухи, что Гелкас, ее новые возлюбленные, те, кто эти слухи пускал, вроде бы не ошиблись. В сети продолжают появляться все новые снимки, на которых видно, как Мария и Александр проводят время вместе, известно о Гелксе достаточно, хотя в России он никогда не был популярен. Владелец аукционного дома, бывший кавалер сестры Кейт Миддлтон и подруги Меган Маркель Александр увлекается живописью, фанаты заметили, что в Инстаграм Шараповой стало больше фото из картинных галерей и говорит по-русски. На протяжении трех лета он входил в список ста самых влиятельных людей в мире искусства по версии издания арт-окшена появлялся на обложках глянцевых журналов. Состояние 38-летнего британца оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов, на Туманном Альбионе он завидный жених. Впрочем, Шарапову вряд ли интересуют его деньги, заработанных ею призовых и гонораров за рекламу хватит, чтобы в достатке жили, если не правнуки Марии, то внуки, точно, россиянка эти отношения афишировать не стремится. Возможно, виной тому, горький опыт прошлого, когда развивавшийся у всех на глазах романы с баскетболистом Сашей Войчичем и теннисистом Григором Димитровым заканчивались разрывом, а Серена в порядке Шарапова вынуждена отправилась на покой почти одновременно со своей принципиальной соперницей, Сереной Уильямс. Только американке пришлось покинуть корт по более приятному случаю – рождению дочери. После родов у американки появились серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла операцию на сосудах, и теперь ей приходится постоянно носить компрессионную одежду. Найк даже представил для нее специальный костюм «женщины, кошки и супергероя», как его назвала сама Серена. Первая после возвращения встреча у Уильямса и Шараповой должна была состояться на «Ролан Гаррес» минус 2018, но за полчаса до матча американка снялась с турнира. Кому-то показалось, что она испугалась, но официальная причина не выхода на корт – травма руки, как бы то ни было, сейчас Серена в порядке. Возвращение было для нее тяжелым, но, в отличие от Шараповой, американка уже пришла в форму. На прошедшем Уимбл Донни Уильямс даже дошла до финала, где, правда, проиграла немке Анжелик Кербер 3-6-3-6. Следующий турнир в календаре Шараповой – Монреаль. Он стартует 4 августа, потом – Ценцинате. Сыграет ли там Мария, известно только ей самой. Интересно, что россиянка заявлена на оба турнира, но даты их проведения накладываются друг на друга. Финал Монреаля назначен на 12 августа, а Ценцинате начинается 11-го. Это значит, что Шарапова либо не рассчитывает дойти до финала в Канаде, либо снимется с одного из турниров. На данный момент она занимает комфортную 22-ю строчку мирового рейтинга, и это место позволяет быть теяной почти на любом турнире. Впрочем, комфортным это положение стало недавно, максимализма поубавилась, и с мотивацией стало тяжело. Чего теперь ждать от Шараповой? Ничего. Ей нужно просто играть побольше, сказал президент Федерации Тенниса России Шамиль Торпищев, который в последнее время только и делает, что оправдывает бывшую первую ракетку мира. Не исключено, что время простое в карьере Шараповой скоро закончится. Такое ведь уже случалось. Тем более, впереди хардовый сезон, традиционно успешный для россиянки. Хотя Мария несколько раз и намекала о скором завершении карьеры, пока она не говорила об этом серьезно. Главная задача теперь – попытаться найти баланс между личным и профессиональным, но сможет ли Шараповой дальше противостоять соблазнам жизни вне корта – большой вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!